Всем привет! Сегодня приготовим джем или повидло из слив. У меня это жёлтые сливы, они самые мои любимые. Повидло это очень вкусное, самое моё любимое. Они очень-очень сладкие, такие ароматные. Сливы я помыла, косточки удалила из них. Сейчас засыплю сахаром из расчёта на килограмм слив 800 грамм сахарного песка. Перемешаем и оставим минут на 40. Перемешали, уже видите, сок выделяется. На повидло, на джемы всегда берём спелые или даже переспевшие фрукты, ягоды. Чтобы они были мягкие. Всё, сейчас накрою, пусть постоит 40 минут. Ну вот, через 40 минут слива выделила сок. Ставлю на средний огонь. Буду помешивать, доводить до кипения. Закипает. Смотрите, как всё размякало уже вся слива. Сейчас я вот эту пеночку сниму. Вы смотрите по своей сливе. Вот всё, я довожу до кипения и выключаю. Нам нужно сейчас с помощью блендера быстро превратить всё здесь в однородную массу. Пюрировать. Если у вас будет не такая мягкая слива, вы можете после закипания ещё поварить, чтобы она стала прям мягенькая, мягенькая, чтобы быстро можно её измельчить было. Всё, друзья, сейчас вот эту пеночку снимаю, выключаю и измельчаю блендером. Ну вот, измельчила погруженным блендером. Я кожицу не снимаю, она хорошо тоже, видите, измельчилась. Всё нормально. Будем теперь уваривать. Слива обычно быстро варится. Вот такой красивый цвет. Далеко я не ухожу. Постоянно помешиваю. Огонь чуть выше среднего. Будем варить. Ну вот, друзья. Смотрите, повиделка потемнела. Вот такой вот консистенции получилась. 50 минут. 2 килограмма слива у меня тут было. Уже без косточек. Вот смотрите, какая консистенция. Всё, сейчас банку я простерилизовала, крышку тоже прокипятила. И будем разливать, убирать. Сначала оставлю до полного остывания на столе. Потом я буду хранить в холодильнике. Ну, можно и в шкафу хранить. Вот такое вот повидло у меня. Будем зимой готовить пироги, пирожки. Просто к чаю на печенье, на булочку, на тост. К оладушкам, к блинчикам. Печенье очень вкусное. С этим повидлом можно испечь. Так что готовьте такое повидло. Хороших вам заготовок, отличного настроения. Всего самого-самого доброго. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо.